Микс Ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Диагноз недели». В студии работает Вадим Родионов. По скайпу с нами на связи врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. И также с нами здесь Родион Золотарев. Ариэль, здравствуйте. Добрый день. Что мы сегодня обсуждаем? Ну, угадайте с трёх раз, Вадим. Я думаю, что тема коронавируса нас не отпускает. Ну, вы знаете, я, честно говоря, подумал, что, возможно, стоит по чему-то другому. Но эта тема настолько насытила всю нашу жизнь, она витает в воздухе. Я не могу встретить ничего на сегодняшний день более актуального. Но, с другой стороны, поскольку эта тема касается буквально всего, у нас есть шанс не особо повторяться по сравнению с предыдущими передачами. Я бы, наверное, хотел поговорить о том, оставаясь сейчас, стараясь оставаться в каратене, в регуляции и так далее, мы на самом деле оказываемся перед интересным осознанием. Вот смотрите, мы возьмём нас с вами, к примеру. Мы сейчас общаемся по скайпу, мы работаем по скайпу, я не перехожу в студию. Нельзя сказать, что это как-то сильно сказалось на качестве наших передач. Не правда ли? Ну, фактически всё осталось тем же самым. Только я начинаю эту программу, обычно это делаете вы. Ну, для того, чтобы… Да, это не принципиально. Такой технический момент. Но в остальном всё так же, да. Ну, возникает интересный вопрос. Нерв сейчас адаптируется к этому новому режиму жизни, отношений. И я от своих пациентов, от некоторых слышу, мы сейчас с друзьями не встречаемся, но мы периодически, созывайте, коллективные созвоны у нас, тоже онлайн, мы общаемся всем дружно, потом прощаемся. И я задал вопрос. А с тех людей, с которыми вы сейчас вот так общаетесь, к которому количество из них вы на самом деле скучаете, которое количество из них вам на самом деле необходимо. И люди задумываются, и вот что выясняется, вот именно, знаете, как говорят, на расстоянии маленькая любовь угасает, большая разгорается. Вот мне кажется, мы сейчас проходим интересный период в плане отношений в том числе. Потому что, когда закончится, наверное, или после закончится эта ситуация, мы зададимся вопросом из того, чего мы лишились, что нам по-настоящему было нужно, и что мы по-настоящему хотим вернуть обратно. То есть вы считаете, что эту ситуацию можно использовать для переосмысления, в том числе и своей жизни? Не просто можно, нужно. Мы будем вынуждены для этого использовать. У нас нет никаких других вариантов. Мы вынуждены эту ситуацию использовать, потому что мы ее, она, нас, назовите как хотите. Я думаю, что... Ну, просто наша скидка. То, что я сказал. Мы на самом деле будем понимать, с кем нас что связывают, и с кем мы хотим встречаться в реальности, или не хотим. Работодатели, наверное, хотим понимать, кто из работников необходим, а без кого можно и обойтись. И точно так же будет касаться шопинга, похода в рестораны, поездок, еще много всего другого. Что из этого на самом деле необходимо? Чем на самом деле мы наполнили свою жизнь? Здесь возникает ассоциация с людьми, обычно это женщины, которые страдают зависимостью от шопинга. Когда они бесконечно скупают все новые и новые вещи, складывают их на полки, некоторые не успевают один раз одеть, а некоторые даже разу не надевают. И шкафы забиты. Ведь сам процесс приобретения для них важен. Вещи не важны, важен процесс приобретения. Я думаю, что очень похожие вещи происходят у нас и с отношениями, и еще со множеством всего другого, чем наполняется жизнь. У нас есть хороший вариант, неизбежный, подвергнуть ревизии. То есть это можно назвать периодом вынужденной оптимизации? Так это можно сформулировать? Ну, наверное, с кем-то можно и так назвать. У меня здесь возникает такой для меня интересный вопрос. Понятно, что в нашей жизни очень много лишнего. Люди, без которых можно обойтись, вещи, без которых можно обойтись, занятия, события и так далее, и так далее. Вот хороший вопрос, которым можно сейчас поразмыться, потому что времени для размышлений достаточно, может, даже больше, чем хотелось бы, но достаточно, чтобы думать. А почему мы в свое время так усердно наполняли нашу жизнь лишними людьми? И лишними не в смысле Печорина, а просто лишними в нашей жизни, лишними событиями, лишними вещами, занятиями и так далее. Что это за пустота, которую мы заполняли? Это было быть как все, это было пострадание всем, это некий социальный стереотип, что нормальный член обществ, должен быть общителен и строить все на совместном потреблении. Не важно. Сходить вместе на концерты, вместе в ресторан, какие-то наши общения, есть тоже такое совместное потребление, неважно, что, вещей, музыки, еды, алкоголя и так далее. Ну, здесь интересно, что даже Земля, там вибрация сократилась с Земли, учитывая, что большая часть планеты находится на карантине, и это ведь время, когда действительно… Нет, я так сформулирую, это время, о котором многие мечтали, потому что нередко приходилось слышать вот в погоне всей этой, которой мы живем в обычном режиме, в этом бегстве за успехом, не знаю, зачем еще, что вот хотелось бы остановиться, оглядеться, передохнуть, прочитать те книги, которые не можешь прочитать, посмотреть те фильмы, которые не успеваешь посмотреть, и просто помните эту фразу «Остановите планету, я сойду». Может быть, это как раз тот самый подарок, и можно эту историю рассматривать как подарок для нас, вот эта возможность немного остановиться и осмотреться, и посмотреть, в том числе, на себя. Это хорошая возможность, я с вами абсолютно согласен, но проблема-то в том, проблема в том, что очень часто, вот вопрос, который я задал сам себе и вам, и задаю своим пациентам, в том числе, мы этот процесс бесконечного потребления, бесконечного общения с кем-то, он зачем нам был нужен? Как будто, когда мы постоянно это всё делаем для того, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями, не оставаться наедине со своими чувствами. А обычно чувства, которые мы заглушаем подобными способами, это тревога. И вот сейчас многие люди, оставшись наедине с собой, в изоляции, а листы не с собой тревогой. И это, на самом деле, серьезная проблема. Но как с этим быть, и как с этим жить, и как этому противостоять, учитывая, что сейчас нет таких возможностей заполнять свою жизнь вот тем самым спамом, который, возможно, имеет такую терапевтическую, или, по крайней мере, снимает некоторые симптомы. Вряд ли он лечит, конечно. Ну, я думал, что он как раз совершенно не терапевтичен, этот спам. Он скорее похож на алкоголь, которым запивались неприятные эмоции. К сожалению, в этом конечном потреблении терапевтичности никакой нет. Я думаю, что на самом деле оказаться с тревогой не едине, и у него слушаться, важно. но не всем прощает. Как уже давно известно, мы часто говорим о том, что надо делиться, не сносить в себе, не надо молчать. Но проблема в том, что тревога тоже зараза. То есть она как вирус в какой-то степени? Как что угодно. Она передаётся. Она передаётся. То есть, когда мы делимся своей тревогой с кем-то, окей, наверное, есть люди достаточно запасом спокойствия внутри, которые могут нашу тревогу принять, переработать и вернуть нам в более спокойное жизнь, не заразив. Но большинство людей, которые получают некую тревожную информацию, тоже впадают в тревогу. Были исследования какие-то и среди студентов, которые вместе снимали комнаты, и ещё где-то люди делились тревогой, тревога приумножалась. И она в таком всё большее количество людей. Ну, посмотрите, что происходит сейчас в тех же социальных сетях. Это бесконечное количество новостей, часть которых сомнительно весьма. И это тоже приумножение тревоги. Это панические тексты, эти тексты сейчас только лениво не говорит о грядущей экономической катастрофе. Понятно, что всё очень сложно, но эти бесконечные мантры, как всё ужасно, они звучат всё время. Вы, кстати, не заметили, Вадим, я не знаю, как среди вас это знакомо, а среди людей, с которыми я встречаюсь, у людей мало звучит того, что скоро это закончится, и наконец-то мы будем снова жить радостно. Люди больше сосредоточены на самых тревожных аспектах. Боже, как мы будем жить, Боже, как выжить, Боже, что произойдёт. То есть такое понятие как надежда сейчас достаточно редко. В основном люди затягиваются в этот тревожный водоворот и не могут выбрать. А почему, если, опять же, я, конечно, не жил в то время, но если вспомнить рассказы моих бабушки и дедушки, когда была война, все ждали победы, а что будет после победы, это уже был другой вопрос, но все ждали именно победы, именно окончания войны, хотя понятно было, что война закончится, разруха останется, экономика и так далее и тому подобное, всё в очень тяжёлом состоянии. Почему сегодня мы не ждём окончания пандемии, в том смысле, что вот наконец закончится, откроются границы и мы заживём, а смотрим на это, я сам себя ловлю на этой мысли, а как мы будем выживать потом, когда экономика будет в руинах? Я призреваю, что бабушки и дедушки, даже как мы в самые разные тяжёлые периоды, в те же 90-е, не задумываются, что будет после победы. Они были заняты под основу выживания. Им надо было выжить сегодня, сейчас, позаботиться о Севелях, близких, не знаю, добиться того, чтобы их не убили, чтобы они не умерли от голода и так далее. Я не думаю, что кто-то из них очень сильно фантазировал о грядущей победе. Мы сейчас тоже этим в общем-то не знаем. Но, наверное, есть люди, которые, кстати, где-то недавно мелькнуло, что люди с достатком, нынче как раз вот если обычные магазины по продажам просели, то магазины, торгующие дорогими вещами, предметами, просто такими дорогими брендами, они как раз продажами всё хорошо. То есть люди, у которых есть деньги, лишены возможности сейчас тратиться за границей, тратятся здесь. То есть тут же вся терапия шопингом продолжается. Ну, то есть получается, что я всё-таки хочу, вот, понимаю, что, может быть, это сравнение преувеличено со Второй мировой войной, но, тем не менее, мы ведь сейчас даже при всех проблемах и сложностях не жаняты выживанием. То есть наша жизнь, она изменилась, но изменилась незначительно, потому что мы не можем встречаться с большими компаниями, но мы можем проводить скайп или зум-конференции, соответственно, это общение никуда от нас не ушло. Я вчера вышел на улицу и видел, сколько людей там навел дорожки в Золе туда, например. То есть жизнь, она плюс-минус такая же, как и была у нас с минимальным количеством ограничений. Всё-таки у наших бабушек, дедушек, тех, кто застал войну, была совсем другая ситуация, и уровень стресса, вероятно, был всё-таки другой. Они действительно выживали, а мы нет. И, соответственно, поэтому нас пугает это будущее, как вы считаете, вот нет надежды сейчас? Потому что по большому счёту ничего не изменилось? Ну, по большому счёту, мне кажется, что не изменилось. Достаточно много людей уже сейчас чувствуют отсутствие доходов. И это их достаточно сильно задевает. И тут они как раз не понимают, когда эти доходы вернутся, и до каких-то делов можно рассчитывать на помощь государства, и что дальше делать. Внешне пока не поменялось. Пока люди гуляют, люди гуляют на берегу моря, у нас нет жёсткого комендантского часа. Но опять, я не знаю, как разовьются события дальше. Да, безусловно, это непрогнозируемая история. И сколько у всех у нас хватит денег, если экономика действительно будет в руинах? Какие подушки безопасности? И это решает надежду? Непрогнозируемость ситуации? Я не знаю, лишает надежды. Почему-то люди о надежде предпочитают не говорить. Как будто всё-таки людям легче делиться той самой тревогой. Может, действительно похоже на механизм передачи вируса, который какому-то организму не размножается, передаётся дальше. Но где-то в глубине души люди подозревают, что всё-таки все надеются, что будет хорошо. То ли это ритуал, то ли это то, что принято в средствах массовой информации. Обычно мало кто пишет о хорошем и спокойном, больше пишет о том, что привлекает внимание от револи. Я думаю, что сейчас эпидемия тревоги очень сильна. И когда тревога заглушает всё остальное, у нас надежность на сотрудничество проднеет думать. Где-то внутри она есть. Говорить проще о тревоге. Меня сегодня звонили с латвийского радио спрашивать комментарии по поводу того, вроде собираются уменьшить часы продажи алкоголя. Сделать это весь как израиль ограничение время, когда можно пить алкоголь. Интернет и так далее. Я думаю, что есть рациональное зерно, потому что многие люди прекрасно знают, что наилучший способ борьбы с тревогой это выпить. Есть ещё разные химические способы, но выпить. А когда люди начинают пить, находясь в замкнутом штантином простанте, находясь друг с другом намного дольше, чего не привыкли, здесь может наружу прорываться агрессия и всё что угодно. Это, мне кажется, часть проблемы борьбы быстрей Бога, что делать с разнообразными искусственными способами и заглушениями. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот в криминальных крониках иногда проскальзывает обвиняемый призван частично вменяемым. Это как с точки зрения науки. Здесь помню, а здесь не помню. Да, спасибо вам. Частичная вменяемость это когда у человека нет такого психического заболевания, которое абсолютно не даёт ему возможности осознавать свои действия и руководителя. Но может наличь психическое состояние, которое всё-таки в какой-то степени влияет на его способность принимать решения. Поэтому нельзя сказать, что он полностью невменяемый, иначе он был бы тогда направлен на принудительное лечение. Но очевидно могут быть меры, где сочетаются и наказание, и лечение, или наказание может быть несколько меньше всего, то и самое частичное вменяемость. Телефон прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, звоните за рубежа код Латвии плюс 371. Мы работаем сегодня без пережива. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов у нас на прямой связи. Говорим мы о том, как меняется наша жизнь в связи с коронавирусом, в том числе наше психологическое состояние, потому что, как говорит Ариэль, что тревоги стало больше, а надежды стало меньше, хотя визуально, опять же, если выйти на улицу, кажется, что жизнь по большому счёту не изменилась. Вы сказали о том, что много лишнего в нашей жизни, и сейчас такой период ревизии. На ваш взгляд, многие смогут объективно оценить то, что у них накопилось лишнего. Или это история, когда сейчас мы находимся в состоянии, когда вынуждены что-то в себе переосмысливать, но потом всё вернётся на круги своя, и, соответственно, жизнь будет такой же, как была и до этой истории. Я думаю, что у всех будет возможность вернуться к старому по образу жизни. Человек-человек о многом приспосабливается, как известно. Но мне кажется, что сейчас очень много в интернете дискуссий на тему фразы «Мир уже никогда не будет». Некоторые говорят, что это пафосная фраза, и наш мир так и так постоянно меняется. Некоторые говорят, что это действительно какие-то качественные и количественные и качественные изменения, и нас ждут какие-то серьезные перемены, масштаб которых мы пока не в состоянии предугадать. Я думаю, каждый выбирает тот поход, который ему ближе. Последний раз фразу «Мир никогда не будет прежним» я слышал после терактов 11 сентября, когда случилось нечто, чего бы даже себе представить не могли. Но мир ведь действительно изменился. Даже в аэропортах появились какие-то правила, которые уже для нас естественны, а до 11 сентября их не было. Просто потом, наверное, привыкаешь к этим изменениям, и они становятся частью жизни. Нет такого уже острого восприятия. Я думаю, что всегда стоит перечитать какие-нибудь исторические книги, не романы, а именно исторические книги под историей. И там видно, что мир все время меняется. В Стецке есть общие какие-то стереотипы, но меняются очень сильно, и мы... Может, нас никто не спрашивает. И можно, конечно, констатировать, что он не будет прежним. Каким он будет? Это могут гадать фантасты, футурологи, ну и мы тоже. Но окей, времена они выбирают, они живут и умирают. Нам предстоит в этом мире дальше жить, адаптироваться. Но опять, весь у нас выдалась пауза, когда, как говорил, димой знакомым можно посидеть, покурить и подумать, почему этой паузой не воспользовались. Но психологически, на ваш взгляд, все-таки вот такие потрясения, они оставляют у нас след, потому что мы можем вспомнить и локальное событие, это 2013 год, обрушение торгового центра «Максима», и то событие, которое, ну, по крайней мере, жизнь страны, казалось бы, изменилась на до и после. Мы помним период единения наций, страны, народа и так далее, который продлился дня три, может быть, четыре, потом все вернулось на круги своя. Хотя это было такое самое сильное локальное потрясение, то есть для нашей конкретной страны. После коронавируса мы что-то психологически в нас изменится, или мы просто потом вернемся к обычной жизни, и все. Ну, вот это чувство, собственно, уязвимости, в конце концов, появится. Во-первых, я думаю, никто не отменял такого диагноза, как посттравматическое стрессовое расстройство. И я думаю, что оно ждет многих. Я думаю, что оно ждет многих, оно в том числе затронет, наверное, детей и подростков. То есть эта ситуация, когда он снова и снова всплывает, снова и снова переживается, приходит в кошмарных снах, в воспоминаниях, которые уже излишни, и все равно нас настигают. Но мы всегда сталкивались, когда это используют. Лучше речь идет о людях, вернувшихся с войны. Но давно уже это расширено, и это могут переживать и дети из семей, где жил, где был такой тяжелый травматичный период, и тяжелые социальные обстоятельства. Поэтому, если говорить много обильных личностей, наверняка будет немало людей, которых это расстройство ждет, и с ним придется, во-первых, надо будет осознавать, что оно есть, и людям, и возможно, тем, кто находится рядом способных поддержать или проконсультировать. И с этим придется иметь дело и психотерапевтам, и психиатрам, да и врачам общей практики тоже, потому что, я думаю, это будут иметь всякие психосоматические проявления тоже. Это что касается отдельно взятых людей. Это общество в целом, но я думаю, мы теперь не сможем, вот просто не сможем жить с мыслью, что теперь мы пережили, что иногда приходит болезнь, которая меняет всю нашу жизнь. когда мы читаем про Эболу в Африке или про СПИД, который хочет тоже жителей Африки или холеру в Индии, мы читаем, мы расстраиваемся, это страшно, это не у нас, это как будто где-то в другом мире. Теперь, наверное, путешествуя ли, планируя свою дальнейшую жизнь, потому что у всех будет встроена вероятность, что такое может произойти и к этому желательно быть готовым. У нас звонок радиослушатель на линии, здравствуйте, как вас зовут? Сергей. Да, Сергей. Хотел узнать, почему у нас для того, чтобы найти, поставить правильный диагноз, найти причины, потом лечить человек сначала обращается к семейному врачу, а у него знаний нету, как у психотерапии, как у психиатра, да, и получается, что проблемой занимаются кардиолог, семейный врач, психиатр, невролог, психотерапевт, и у них во всех разные взгляды на проблему. Какой вопрос у вас? Задавайте его, чтобы наш господин ответить. То есть, почему сначала проверяется ли сердце, в голову все органы, и только проходит лет пять, и потом только направляет к психиатру, и он диагностирует что-то, да? Да, спасибо вам. Ну, не знаю об этом, что скажете. во-первых, я думаю, что степень некомпетентности наших семейных врачей сильно преувеличена. Во-вторых, когда семейный врач видит, что нуждается человек в помощи психиатра, он обычно направляет к психиатру. В-третьих, бывают те самые психосоматические состояния, мы в наших передачах неоднократно говорили, маскированные депрессии, которые выражаются в физических жалобах, бывают ситуации, когда в любом случае есть физические жалобы, вы надо изначально обследовать. Когда человек обследуют и исключают ваши, хотя у вас есть и такие ощущения, но сердце ваше здорово, и то есть для ваших жалоб физических оснований нет. Когда человек отправляется к психиатру или психотерапевту. Поэтому такая у нас система тех, наверное, узких специалистов не так много, и люди проходят некий периодичный осмотр семейного врача, но это происходит везде, во всех странах. У нас много звонков, продолжаем их принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Сделайте потише радиоприемник, чтобы мы слышали вас. Алло, а вот было тут когда-то по радио какой-то доктор, кстати, говорил, что около 20% жителей Латвии имеют те или иные отклонения по психике. Как вы можете прокомментировать? Спасибо. Я плохо расписал вопрос. Один из докторов, как сказал наш радиослушатель, где-то говорил о том, что около 20% жителей Латвии имеют те или иные психические отклонения. Как вы можете это прокомментировать? Давайте определимся, что такое отклонение. Если достаточно много людей в Латвии кто-то имеет зависимости, а у кого-то есть тревога, есть невротические проявления, депрессивные вещи, то есть панические. Если все это мы перечислим, то, наверное, примерно так и наберется. Но еще раз, некие психологические и психические проблемы и психические заболевания это совсем не одно и то же. Здесь, наверное, важно пояснить, что далеко не во всех случаях каких-то психологических и психических проблем человек теряет адекватность. Я так понимаю, об этом идет речь? Это правда. То есть человек может мучиться сам, но он не становится неадекватным в отношении с другими людьми. Как вы считаете, в условиях вот этого повышенного стресса, связанного с пандемией, могут возникнуть какие-то проблемы у людей, у которых они, может быть, были в латентном состоянии. И это может способствовать усилению каких-то неврозов, депрессивных проявлений и так далее и тому подобное? Понятно, что такое время тотальной неопределенности с одной стороны социально-экономической, а с другой стороны страха за свою жизнь, буквально еще и страх за жизнь и так далее. Конечно, на такой почве тревоги, депрессии, панические состояния и тут пышным цветом. Это не естественно. И уж тем более, как мы с вами говорим, когда люди вынуждены оставаться дома, им не на что переключиться или отвлечься. Некоторые люди находят возможность смотреть фильмы, читать книги или просто размышлять о себе. А некоторые можно наступить, и не могут сосредоточиться на книге дольше пяти минут. Мысли все время скачут, мысли лезут в голову, все тревожные и неприятные, способность концентрации снижаются. Что касается взаимоотношений в семьях, учитывая, что многие оказались друг с другом слишком долго, слишком близко, и это выходит за рамки привычной картины, это тоже может спровоцировать какие-то конфликты? Это тоже уже отмечается, как считаете? Конечно, конечно, ну это очевидно. Вы возьмите массу людей и заприте их наедине друг с другом, неважно, муж с женой, родители с детьми, и это будут серьезные испытания. Когда-то был такой латвийский фантаст Владимир Михайлов. У него была книжка «Сторож брату моему». Вот там отбирали людей для космического полета, что-то высокую из прошлого вытаскивали. И одним из главных показателей была психологическая пластичность, способность в условиях замкнутого пространства длительного времени адаптироваться друг к другу, не начать конфликтов, не подать депрессию и так далее. Я думаю, что эта психологическая пластичность очень востребована была бы сейчас. Но человек, который оказался в такой ситуации, допустим, испытывает раздражение рядом с близким человеком, которого он любит и к которому хорошо относится, но тем не менее у него есть это раздражение. Вот как здесь себя обезопасить, чтобы человек не почувствовал себя чудовищем в этот момент, потому что ему кажется, что он что-то делает неправильно, и так не должно быть и так далее, и тому подобное. То есть приходится с этой проблемой тоже сталкиваться, с чувством вины, которая может возникнуть, к чувству вины. Чувствия вины обычно возникают у людей уже склонных к чувству вины. Так же, как особо уязвимы для коронавируса люди с уже сопутствующими хроническими заболеваниями, точно так же для чувства вины и для тревоги особо уязвимы люди, у которых склонность к всему этому уже есть. Я думаю, что если тревоги и раздражения не избежать, ну, как минимум, можно, если оба человека более-менее вменяемо, договориться о том, что лучше это не копить, а сразу высказывать. Высказывать, как будто оба могут договориться, сказать, мы сейчас не совсем адекватны, мы находимся в экстремальной ситуации. Я сейчас выскажу что-то, может быть, излишне обидное, не обижаться на меня, потому что вот так сейчас. В этот раз лучше, мне кажется, чем копить в себе до тех пор, пока не произойдет взрыв. Когда взрыв произойдет, мало никому не покажется, и тогда налаживать отношения заново будет сложнее. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да. Вот все помнят Олайда, антиалкогольный там диспансер был. Мне рассказывали к Олле знаменитым лекарством Антабусом. Вот, потом мужики как-то его вымывали с помощью водки. Что сейчас с этим делается? Спасибо. Ну, сегодня такой день ответов на вопрос. Вы знаете, я думаю, что я сейчас с этим делаю, я не знаю, поэтому надо обратиться к наркологу, а я не нарколог. Поэтому я не могу вам ответить на то, каковы сейчас современные способы борьбы с алкоголизмом. Телефон у прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Это программа «Диагноз недели». Мы говорим о жизни и о том, как на нас влияет жизнь в режиме изоляции. Помните, Вадим, вот эти сегодня так много вопросов, которые, вовсе, не относятся к теме нашей передачи. Вот у людей сейчас есть больше времени. Они сидят дома и задают вопросы на самые разные темы, которые мы кипели, которые посещают их мысли. Возможно, людям сейчас уже сложнее на что-то отвлекаться, и мысли направляются в самые разные стороны, и они делятся мыслями, вопросами с нами. Здесь же, мне кажется, ещё интересный аспект, что жизнь, она продолжается только в новых условиях, и мне кажется, что у многих уже возникает такое ощущение, что уже то, что было до этой эпидемии, до объявления чрезвычайной ситуации, оно как-то размыто, оно как-то в тумане. Вот реальность, она такая. Мы продолжаем жить, но уже в новых ограничениях. Границы закрыты, уехать мы не можем, ну вот живём таким образом, но всё остальное остаётся с нами, как и было. Может быть, это тоже желание как-то сохранить себя в этой новой реальности, задавать те вопросы, которые к теме не относятся, допустим. Ну, всё продолжается. Мне кажется, сохранить себя мы все хотим. Ну, хороший вопрос. Понять, что именно мы хотим сохранять. Вот опять это нахождение наедине с собой, это хороший способ себя услышать. Что я хочу сохранить, а от чего вполне с удовольствием избавился бы. Что во мне, как в моей жизни, в моём шкафу, как вокруг вообще, что лишнее. Просто понять, что оно лишнее и постараться от него избавиться насовсем. Ещё звонок у нас. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Скажите, а вот вы алкогольные психозы разве не лечите? Это же чисто ваша тема. Алкогольные психозы лечите, это же ваша тема, сказал радиослушатель. Алкогольные психозы лечатся в стационарах. Приключается алкогольный психоз, лечить его амбулаторно невозможно, потому что человек опасен для себя, и некоторые его поступки могут быть для окружающих. Кроме того, есть алкогольные психозы, которые сочетаются с тяжёлыми физическими последствиями. Алкогольные психозы лечатся в соответствующих стационарах. Это то, что называют белой горячкой, или это другая история? Белая горячка называется алкогольный делирик называемый. А есть ещё алкогольный галлюцинос, алкогольные притребности, и ещё самые важные вещи. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Пишите в WhatsApp 230-619-1 программы «Диагноз недели» в студии Вадим Родионов. На связи с нами Ариэль Резник Мартов, врач-психиатр. Ну, кстати, обратили внимание, что много вопросов, связанных именно с алкоголем? Да, потому что это любимое народное лекарство. Потому что оно с одной стороны фехос, с другой стороны, ну, насколько я сейчас читаю, медицинские новости о коронавирусе, везде подчёркивают, что для противостояния важен хороший иммунитет. Ещё никогда никому алкоголь не укреплял иммунитет. Более того, известна история, что, допустим, люди, страдающие хроническим алкоголизмом, намного чаще и до всяких коронавирусов, намного чаще умирали от того же воспаления алкоголизмом. Потому что их организм этого не выдержал. У меня лично был знаком из юности, который, увы, не совладал с алкоголем и умер в воспалении давным-давно. На ваш взгляд, эта ситуация может сделать с алкоголиками, скажем так, увеличится ли после этого, на ваш взгляд, количество людей, страдающих алкоголизмом? Эта ситуация может спровоцировать? Хороший вопрос. Я не могу прогнозировать, но риск того, что люди будут сидеть дома и по возможности себя как-то украшать с алкоголем высок, что те, кто уже страдал с алкоголизмом, пойдут по этому пути еще дальше, риск высок, что люди новые начнут им болеть. Ну, и для развития алкоголизма нужно довольно-таки много времени. А есть ли работы и прилежания? Есть ли, на ваш взгляд, какой-то критический временной отрезок, вот та черта, после которой уже будет ситуация усугубляться? Потому что мы пока находимся всего несколько недель в режиме чрезвычайной ситуации и уже видим, как меняется наша жизнь. Если эта история продлится до двух месяцев, трех месяцев, полгода, есть ли какие-то вот такие временные отрезки, когда все будет становиться хуже с психологической точки зрения? Я в роли пророка не очень хорош. Но мне кажется, что дальше, что можно сказать, если начнутся серьезные катастрофические экономические потрясения, то все большее количество и без средств существования, это вызовет поток психологических проблем. Это будут и депрессии, это будут и зависимости, это будет рост каких-то наверняка насильственных преступлений. Но в том, 90-е, в общем-то, наверное, чем-то похоже. Когда надо выживать, то различные, во-первых, люди становятся куда более напряженными, во-вторых, различные моральные ограничения тоже очень быстро спадают. Ну, как сейчас, когда это в новостях было, что американцы, Америка скупает аппарат методелёг, тех, маски, и так далее, просто перебивают втридорога и перехватывают под носом европейских государств. И европейские государства ругаются по этому поводу. Ну, в общем-то, наверное, мне трудно осудить американское правительство, они думают не о справедливости, а о спасении собственных граждан. Я думаю, что примерно то же самое происходит, когда начинается вопрос выживания на уровне отдельных групп людей, семей, отдельных личностей и так далее. Я очень надеюсь, что мы всё-таки до этого периода не доживём, всё будет как-то наладиться пораньше. Ну что ж, резюмируя всё вышесказанное, о чём стоит задуматься в эти дни, недели, месяц? О чём стоит задуматься? Стоит задуматься о том, испытываю ли я тревогу, какой-то психологический дискомфорт, насколько для меня это болезненно, насколько я встану с этим справляться и что мне с этим делать? Если я эту тревогу испытываю, то когда я делюсь с кем, с одной стороны, мне от этого вроде бы и легче, а с другой стороны, насколько этой тревогой инфицируются близкие в нелюбе. То, что мы говорили сегодня, если я испытываю тревогу и пытаюсь заливать её алкоголем, стоит задуматься, к чему, чего это мне может стоить, мне и окружающим тоже, потому что времена любого точки зрения, психологические, точнее, здоровье и экономические, не для этого. И то, о чём мы говорили, более-таки размышления глобальные, от чего я вынужден был сейчас избавиться, чего, в чём я себя ограничил, и по зрелом размышлении, что из того, в чём я себя ограничил, мне необходимо, что я хотел бы вернуть назад, а что я в общем-то понимаю, что прекрасно буду дальше жить без этого, и надо как-то качество не лучше. Но опять думать о том, что всё-таки кроме отчаяния есть надежда, и о ней забывать не надо, и надо её подпитывать и себя, и тех, кто близко, потому что это, по крайней мере, даёт свет в конце тоннеля, даёт ощущение, что всё у нас получится. Надежда, мой компас земной, как мы помним, из известной песни. Спасибо вам, Реля Резник-Мартов, был на прямой связи, это программа «Диагноз недели», в студии работал Вадим Родионов, двухрежиссёр Родион Золотарёв. С Реляем мы встречаемся до следующей недели, а я с вами встречусь через час в программе «Вечерний интерактив хроники изоляции». Оставайтесь с нами. До свидания, Рель. Редактор субтитров А.Семкин,